Премьер-министр Павел Филипп заявил, что Молдова хочет хороших отношений с Российской Федерацией, но они должны развиваться прагматично. Российский МИД уверен, что нынешнее состояние молодороссийских отношений не отвечает имеющемуся потенциалу и требует действий по оздоровлению. Именно на таком фоне завершился визит заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина. От самого визита многого не ждали, документов на подписание не готовили, но некоторые уверены, что хорошо уже то, что начался диалог представителей правящей коалиции и российской власти. Впрочем, другие заявляют, что этим все может и закончиться. Кто из них прав, давайте разбираться вместе, конечно, принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И разбираться в этом непростом, наверное, интересном вопросе сегодня мне будут помогать мои гости. Это Влад Батрынч, исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова, депутат парламента. Добрый вечер. Добрый вечер. И политолог Виталий Андреевский. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Поддержать позицию одного или другого участника можете. И вы, предлагаю вам это сделать. Для этого необходимо позвонить по телефону, указанному на экране. Звонок по Молдове бесплатный. А мы начинаем. Ну что ж, господа, вот пока главный видимый итог этого визита – это решение о том, что посол Республики Молдова в Российской Федерации, Андрей Негуцев, возвращается в Москву. Но есть и итоги невидимые, но которые, безусловно, на мой взгляд, присутствуют. Вот все-таки как вы для себя эти итоги этого визита сформулировали? Виталий Александрович. Ну, насколько мне известно, из разных источников, в том числе российских, Москва давно хотела расширить контактную базу в Кишиневе и встречаться не только с президентом, но и с другими представителями молдавской власти. И главная задача именно Карасина было встретиться не только с президентом, но и с премьером, с министром иностранных дел, чтобы оценить и дать свою оценку отношениям России и Молдовы и выслушать оценку со стороны Молдовы. Я считаю это очень важно, потому что они не просто поговорили, они договорились, что контакты продолжатся, и заместитель иностранных дел Молдовы в ближайшее время посетит Россию, и там будет тоже беседа, и будут обсуждаться проблемы. Значит, насколько я понимаю, исходя вообще из ситуации, что Молдова и Россия впервые очень откровенно обсудили весь комплекс вопросов, то есть был, условно говоря, положен на стол лист, где Россия четко сказала свою позицию, и Молдова изложила свою позицию. Я думаю, по некоторым точкам они нашли соприкосновение и понимание, я имею ввиду улучшение торгово-экономических отношений, развитие культурных связей и так далее. По некоторым точкам, судя по тому, что дала информацию МИД России, где не сообщила о том, что молдавская сторона ставила вопрос о выводе российских войск, о выводе складов, видимо, понимания такого общего не нашли. Но, как говорят, движение всегда начинается с первого шага. Я поняла о том, что общего языка не нашли, об этом сказал сам Карасин в Приднестровье, сегодня его цитировали, я даже несколько позже приведу вам цитату. То есть не нужно было МИДу писать в своем сообщении, потому что господин Карасин совершенно четко сказал. Спасибо. Господин Батрынча, вы какие итоги увидели? Это МИД России, не Молдавский МИД писал. МИД России, да, но я говорю, что сам Карасин высказал. Но это официальный источник МИД России. Кстати, вот по поводу МИДа, простите, пожалуйста, Влад, я прочла то, что написал наш МИД. Вы читали на сайте нашего МИДа? Почитайте. Вот там ровно четыре предложения, поэтому это тоже можно обсуждать. Господин Батрынч, а вы какие итоги увидели? Ну, конечно, визит нужный, визит важный, потому что двусторонние отношения надо развивать. Это историческая, политическая необходимость для Республики Молдова. И Российская Федерация, безусловно, пытается вести цивилизованный диалог даже в условиях демаршей постоянных высылок дипломатов, антироссийских законов, запрет российских передач и так далее. Даже Григорий Карасин отметил, что в 2017 год был в двусторонних отношениях дисбаланс, перекосы, перегибы и так далее. Но, безусловно, обсуждали дипломатическим языком. То есть дипломатический язык, он исключает какие-то резкие формулировки, исключает какие-то взаимные нападки. Этим занимается у нас политический класс. Но, безусловно, сложно говорить о каких-то результатах. Возврат Андрея Негуца, послом в Москву, это абсолютно нормальная мера. Он был назначен послом в Москву, в Российскую Федерацию. Он там должен находиться, он должен представлять интересы молдавских граждан в России. Он должен способствовать реализации каких-то двухсторонних программ. Безусловно, это сложно делать в условиях бойкота, объявленного правительством, в условиях того, что Адриан Канду единоличным решением запретил депутатам, чиновникам поездки в Москву, в Россию для каких-то дискуссий, в том числе даже на парламентскую сессию, парламентскую ассамблею СНГ. Молдавская делегация не была направлена официально, присутствовали только социалисты. Но, тем не менее, диалог нужен, и этот визит важный. Россия сделала первый шаг, договорились об ответном визите. Будем надеяться, что отношения будут выравниваться, потому что другого пути нет. У нас там более 500 тысяч граждан, у нас там экономические интересы. И, безусловно, Россия является для нас очень важным партнером. И, конечно, диалог вести нужно. И об этом отметил и президент Республики Молдова, который каждый раз вынужден был исправлять вот эти перегибы геополитические. Но наше правительство в последнее время сильно заигралось в геополитику. Мы стали разменной монетой в сложных отношениях между Западом и Востоком. И, к сожалению, молдавские власти, вместо того, чтобы стремиться хотя бы удерживать разумный баланс в этом всем, допустили ряд перегибов. Но надо выравнивать. Но, конечно, выровнять все можно будет лишь по последствиям предстоящих парламентских выборов. В нынешней политической конъюнктуре очень сложно говорить о цивилизованных взаимоотношениях Молдовы с Российской Федерацией. — Поняла. Господин Андреевский, вы об этом визите говорите более оптимистично по сравнению с Владом. Что для вас будет являться мерилом того, что все-таки стороны договорились и молдороссийские отношения начинают развиваться все активнее и активнее? По каким моментам вы об этом будете судить? — Я думаю, что для молдавской стороны очень важно то, что вот в беседе было с Павлом Филиппом, с министром иностранных дел. Я не знаю, может быть, и в беседе с президентом это затрагивалось, но информации я не видел. Россия должна послать сигнал, что она понимает нашу озабоченность о нахождении российских войск на территории Молдовы. Мы нейтральная страна, у нас нейтралитет. И у нас в Конституции зафиксировано, что недопустимо в нейтральной стране нахождение иностранных войск. И вот как только со стороны России поступит сигнал, что мы понимаем вашу озабоченность, как это уже было дважды в 1994-1999 году, и мы готовы обсуждать и выводить эти войска, и вместе с тем выводить эти склады, что тоже очень важно. Я думаю, это будет очень такой серьезный сигнал. Второй сигнал, это то, что молдавская власть ставила вопрос, там вот это расследование по ландрамату, по отношению к нашим чиновникам. Это то, что мы ждем со стороны России. А Россия, как вы думаете, чего ждет отношения? Конечно, Россия ждет тоже нормальных отношений, чтобы не было высылок журналистов, тех, кто приезжает сюда по-разному, не только журналисты, там политологи, политики какие-то, которые вот сразу на границе останавливают. Россия озабочена ситуацией с развитием русского языка, я считаю, что это обсуждаемая тема, которую надо обсуждать, искать какие-то общие подходы. Я имею в виду, в первую очередь, сохранение преподавания языка, передачи, чтобы были на русском языке. Особенно вы сейчас говорите про программы, а Россия ждет, что возобновят? Нет, я думаю, Россия прекрасно понимает, что это как бы пройденный этап, что Молдова приняла. Это не антироссийский закон, это закон по защите информационного рынка Молдовы. То есть зря госпожа Захарова ждет до сих пор реакции на это решение. Вот три дня назад буквально она напомнила, что обратились в Совет Европы и в ОБСЕ. То есть как бы все-таки это МИД, госпожа Захарова официальный представитель МИДа. Да, и вот три дня назад она поднимает эту тему, а вы считаете, что господин Карасин ничего не ждет, он как бы смирился? Но во всяком случае в том каменюке, который МИД России опубликовал, где поднимаются разные проблемы, эта проблема не затронута. Поняла. Господин Батрынчин. Ну как можно назвать не антироссийским, запрет российских передач и так далее. В Германии, во Франции, во всех цивилизованных странах люди решают с пультом в руке, что смотреть. Я вот специально опубликовал и Страсбург, и другие европейские столицы, как они свободно, в свободном режиме, и граждане могут просматривать российские программы и так далее. Конечно, безусловно, это антироссийский закон, безусловно, это надо рассматривать в ключе и в цепочке, да, вот этих всех антироссийских, где марши от высылки дипломатов закрывают аэропорт даже для лиц с дипломатическими паспортами. Такие вещи только практикуются, только в условиях, когда обрываются дипломатические связи между двумя государствами. И много-много других очень враждебных актов, безусловно, это не способствует налаживанию диалога, безусловно, это политика направлена именно на разрушение диалога. А если говорить о выводе российских миротворческих войск с Пренестроя... Давайте, мы не говорим о миротворцах, мы говорим о контингенте военных. Мы говорим о миротворцах, которые находятся в соответствии с международным соглашением с нормой международного права, подписанном в Стамбуле. Если мы говорим, что мы реально хотим вывести войска, но вы вроде бы серьезный политолог, мы должны говорить о том, что необходимо наладить диалог между Кишиневым и Тирасполем, необходимо сблизить позиции, необходимо всерьез говорить о решении тех исторических политических проблем, которые существуют между двумя берегами, необходимо найти пути, хотя бы какой-то план в средне-долгосрочной перспективе для объединения страны, и тогда мы можем говорить о том, что нам вообще в рамках единой нейтральной страны не нужны ни миротворцы, никто. Но когда во власти находятся те люди, которые разжигали этот конфликт в Днестре... Давайте по очереди. Я предоставлю слово. Миротворцы отдельно, муки отдельно, котлеты отдельно. Дальше, я же вам предоставляю слово. Это вы меняете мук с котлетами. Мы не можем говорить, когда у нас отсутствует диалог и договоренности с Тирасполем, мы не можем всерьез этого требовать. Это настолько звучит популизмом, даже в ООН отнеслись к этому требованию, к требованию молдавского правительства, молдавских властей, как популизм мы даже не включили в повестку дня, по одной простой причине. Все понимают, что есть замороженный конфликт, конфликт, который развязали политики. В том числе, многие из этих политиков сегодня находятся во власти в молдавском политическом классе. Мы должны говорить, что можно и что нужно, и что необходимо сделать для того, чтобы объединить страну, и для того, чтобы нам не требовались никакие ни миротворцы, ни какие-то другие силы. Я уверен, что если мы когда-то найдем достаточно мудрости для объединения страны, для того, чтобы граждане поняли, что им лучше жить в объединенном государстве, когда мы сделаем все для того, чтобы во власть не попадали политики, которые разжигают войну на Днестре, ведь вы посмотрите, открытие центра НАТО, запрет российских телевидений и многие другие вещи, это способствует сближению Кишинева с Тирасполем? Безусловно, нет. Но это делает та самая власть, которая говорит о том, что не должно находиться миротворцев на Днестре. Конечно, не должно находиться военного контингента центра НАТО. Конечно, нам никто не нужен ни справа, ни слева, ни с востока, ни с запада. Но давайте говорить системно об этих вещах. Я поняла. Я сейчас добавляю, процитирую заявление господина Карасина, и вы, безусловно, вам право на реплику. Вот что, собственно, он ответил. Голословные заявления и резолюции, которые выносятся на международные площадки с призывом вывести российских военных с территории Приднестровья, являются не более чем упражнениями в дипломатическом искусстве. Вот это дословно была его цитата по поводу... Да демагогия это все. Нельзя об этом всерьез рассуждать, когда у нас... Значит, вот этого требования, которое, действительно, я соглашусь с вами, это требование выносили на дискуссиях и премьер-министр, и министр иностранных дел, да? То есть все представители правящей коалиции, они действительно об этом говорили. Вот мы видим ответ. Господин Андреевский, как вы... Знаете, меня поражает, когда депутат молдавского парламента возмущается открытием гражданского центра НАТО, который... НАТО не может быть гражданским центром. Сейчас, сейчас, сейчас. Это гражданская миссия НАТО. У НАТО не бывает гражданских миссий. НАТО это военно-политический блок. Военно-политическая организация. Вы сейчас, Александр Александрович, пытаетесь помочь этой власти, объяснить людям, что НАТО это не НАТО, и они, ну, цветочки будут сажать в Кишиневе. Хорошо, хорошо. Ваша позиция, теперь я изложу свою позицию. Если, да, только все-таки про Карасины. Нет, так вот я говорю, когда возмущаются открытием гражданской миссии, не военной, гражданской миссии НАТО, и абсолютно соглашаются с позицией России, причем достаточно цинично высказано, Карасины, что вы там сбухаете? Стояли и будем стоять там. И что вы тут куда-то обращаетесь? Я не вижу слова «васбухайте». Нет, это я говорю. Это достаточно, ну, то, что вы прочитали. Что вы там дергаетесь? Никуда мы не уйдем. Это не выражение. Сейчас, секунду. Вы двое против меня, но давайте дайте мне рассказать. Я просто за правильность цитаты, чтобы зрители не поняли, что Карасин такое говорит. Хорошо, прочитайте еще раз Карасина. Голословные заявления и резолюции, которые выносятся на международные площадки, все цивилизованно, с призывом вывести российских военных с территории Приднестровья, является не более чем упражнениями в дипломатическом искусстве. Так вот, в переводе с русского на русского, упражнения хватит, надоело, никуда мы не выведем, хватит заниматься этими упражнениями. Так вот, Людмила, вы должны согласиться, что это, в принципе, ясный сигнал такой, с чем вы занимаетесь? Никуда мы не уйдем оттуда. Но, я о чем хочу сказать, меня поражают позиции тех молдавских граждан, которые нейтролитет, там не допустим НАТО, и соглашаются, что российские войска должны стоять. Я повторяю, российские войска, контингенты, не миротворцы. Не войска, а ограниченный контингент. Давайте правильно. Ну, воинский контингент. Я сегодня слежу за правильными формулировками. Контингент, оставаться тут не должен он. И мы ждем этого сигнала от России, это бы очень оздоровило наше отношение, что все, мы понимаем, мы уважаем нейтралитет Молдовы. Поняла. Виталий Александрович, все бы хорошо. Вот, я понимаю, вот россияне не так сказали, не та оппозиция. Но ведь смотрите, у нас появился новый представитель ОБСЕ по Приднестрову, господин Франко Фратини, которого мы ждем сейчас с визитом. И вот он о выводе российских войск с левого берега сказал буквально следующее. Он сказал, что требование Кишинева, цитата, оторвано от реальности. Он не русский, да? Но вот он считает, что это оторвано от реальности. Он утверждает, что без участия России и президента Игоря Дадона урегулирование Приднестровского конфликта невозможно. На эту фразу страшно обиделась наша власть. Ну, прям страшно. Я господин Плохатню комментировал, как он возмущен. То есть господин Фратини еще не приехал, но фон уже создан за вот это высказывание. То есть получается, что не только россияне, но и ОБСЕ реальность описывает так. Будем спорить с Фратини? Да, будем спорить, потому что... Потому что нам не нравится, что он сказал. Нет, это не ОБСЕ, это один человек... Это представитель ОБСЕ по Приднестрову. Да, который является представителем. То есть человек, который будем заниматься Приднестровом. Но это не позиция ОБСЕ. Вот если даже ОБСЕ скажет, что мы не хотим, чтобы войска российского удилия, все равно Молдова будет нас ставить. Потому что это наша территория, это не территория ОБСЕ. Ну вот что Фратини скажем, господин Андреевский? Мы скажем ему, дорогой мой, ты приехал сюда договариваться? Давайте договариваться. Вот мы хотим это, это, это. Мы хотим эти договоренности, чтобы вывели войска. Вы это, пожалуйста, пригласите... Он из какой страны? Вообще итальянец. Вот пригласите... Я думала, вы знаете такого из них. Пригласите Виталию, пусть стоят там российские войска, базу открывайте. Это ваше право итальянцев. И мы не будем в это вмешиваться, мы не будем требовать. А как же евроинтеграция? Шучу я. А как евроинтеграция? При чем тут евроинтеграция? Ну как же, у нас все, что говорят до сих пор европейские политики, у нас это возведено в рамк святости. Это у вас, у меня это не возведено. Нет, ну что, у нас в стране, Виталий Александрович, у нас евроинтеграция, это религия. Более того, мы запишем ее сейчас в Конституцию. Не надо, Людмила, все сводить к такому, вот кто-то сказал, европеец, все. И причем, если он сказал так, как кому-то нравится. Да, вот если вот нам не нравится, что он сказал, давайте не слушаем. Господин Батрынч, вам как он сказал? Это абсолютно нормально. Да, вы имеете право, что вам не нравится, безусловно, господин Батрынч. Давайте мы объясним нашим телезрителям, что это за структура. ОБСЕ – организация безопасности и сотрудничества в Европе. Они главные эксперты в области мониторинга, в области оценки, в том числе и замороженных конфликтов. И, так скажем, оценка о том, что декларативные заявления о выводе из Приднестровского региона российского миротворческого контингента, они оторваны от реальности. Об этом говорят и в ООН, и в парламентской ассамблее Совета Европы, и во всех международных структурах. Потому что люди занимаются реальной политикой, и они понимают, что без существенного стратегического улучшения отношений между Кишиневым и Тирасполем, без какого-то сколько бы то ни было вменяемого адекватного плана в перспективе на 20-50-100 лет вперед объединения страны, без того, чтобы в этой стране был консенсус, без того, чтобы эти два берега стали после конфликта на Днестре, стали единой страной, без этого нельзя всерьез говорить. Всерьез это военный метод. Второе, это я вам сказала про ОБСЕ, потому что они главные эксперты в области замороженных конфликтов. Второе, НАТО, военно-политический блок, с уставом военно-политического блока. И когда нам к аборигенам рассказывают, что это дипломатическая структура, и в парламенте, когда принимался закон об открытии этого Центра по СССР. Я нахайзом добавляю, что такая же структура открыта в Москве. А вот Виталий Александрович сказал, что эта структура гражданская, а они вообще нам сказали в парламенте, что это дипломатическая структура. И я вот впервые для себя узнал, что НАТО занимается дипломатией, что это уже не военно-политический блок, что это уже дипломатический блок. Так вот, Виталий Александрович, я вам перешлю, чтобы вы почитали тот закон, который принял парламент. Там сказано, что этому центру разрешено создавать на территории Республики Молдова объекты, которые Республика Молдова передает как дипмиссию, и мы не имеем права контролировать, что на этих объектах. Они освобожаются от налогов. Военный контингент, который может находиться на этих объектах, будет обладать дипломатическими паспортами, а значит дипломатически не прикоснуется. И мы фактически создали, и парламент проголосовал за нормативную базу, которая позволяет этому гражданскому дипломатическому центру создавать военную инфраструктуру, военных дипломатические паспорта, освобождение от налогов на ввоз. То есть они могут свободно ввозить любые материалы, любую технику, беспошлино. А если беспошлино, то значит их не проверяют, что они там привозят. И поэтому говорить о том, что это открытие центра дипломатического гражданского НАТО приблизит к нам Тирасполь и вызовет больше доверия в переговорном процессе, у нас переговорного процесса как такового нет. Ведь вы в свое время, Тарас Иванович, писали очень красивые статьи о том, что вот меры по сближению, по консолидации доверия, что вот два берега, единая страна. Но давайте говорить о том, что у нынешней власти-то нет сколько-нибудь нормального представления, как нам объединить страну. И поэтому и говорят эксперты ОБСЕ, что в условиях отсутствия плана объединения страны вывод этих войск, он отторван от реальности. Я вот очень часто у себя в эфире слышу ссылку на стамбульские договоренности. Так вот всегда приходят люди, которые поддерживают позицию правящей коалиции, они всегда говорят одно и то же. Они говорят, вот должна выполнять стамбульские договоренности Россия, уходить оттуда и все будет хорошо и замечательно. Мне кажется, что если вот рассматривать тему стамбульских этих соглашений, то давайте посмотрим на нее шире и наконец-то скажем правду. Ведь стамбульские соглашения это вопрос на сегодняшний день большого спора между Россией и Соединенными Штатами. Потому что стамбульские соглашения до сих пор не ратифицировали ни Соединенные Штаты Америки, ни страны ЕС. Вы не можете не знать об этом, так, Виталий Александрович? Так. А почему они не ратифицируют, знаете? Значит, давайте так. Стамбульские соглашения это целый комплекс документов. Да, да. Ну вот в целом не ратифицированы. Вы согласны с этим? Была договоренность по Молдове и отдельно Борис Ельцин взял на себя обязательства и они начали выполняться. Россия начала вывозить технику. Примерно около 50% военной техники было вывезено. И я, в принципе, считаю, что это нормально. Если бы этот процесс был продолжен, я думаю, что это значительно позитивно сказалось бы на отношении Молдовы и России. Я еще раз повторяю, потому что коллега постоянно... Нет, Виталий Александрович, давайте так. Я задала вопрос, если можно. Вы слышали о том, что Соединенные Штаты и страны ЕС сами не ратифицировали стамбульские соглашения? Слушайте, мы странную вещь обсуждаем. Мы обсуждаем нахождение на территории Молдовы чужой армии, не миротворцев. По миротворцам есть соглашение. И мы предлагаем просто эту миссию изменить. Но это отдельная тема. Мы предлагаем. Этот воинский контингент примерно насчитывает 1200 солдат-офицеров. Но мы, когда это считаем, мы исходим из того, что подавляющее большинство, все практические офицеры, которые служат в ПМР, армии, все являются гражданами России. Нас очень беспокоит, что ПМР или Приднестровье, как точнее будет выражаться, чтобы не нарушать наши законы, проводит учения вместе с этим контингентом. Не с миротворцами, с этим контингентом. Я не знаю, коллеги, вас это устраивает? Я вообще, Виталий Александрович, я могу поговорить на эту тему, но я в принципе... Нет, причем тут Америка, подписала она или нет? Есть отношения наши и России. Виталий Александрович, вы сегодня ели? Да, ел. То есть на этот вопрос вы можете ответить, да или нет. А когда я задаю вопрос по поводу того, что знаете ли вы, о том, что... Я вам отвечаю, что меня это вообще не волнует. То есть вас это не волнует. Подписала СССР или нет? Тогда хорошо, имейте право, пусть это вас не волнует, скажу для наших телезрителей, в чем там на самом деле ситуация. Ситуация на самом деле гораздо глубже. Действительно, ни США, ни страны ЕС не ратифицировали эти соглашения, да? Но требуют в свою очередь, чтобы Россия выполнила их по Молдове. А из-за чего весь сыр убор? По договору по ДОВСЭ. И вот на сегодняшний день... По Молдове не вошел в этот общий документ. Вы поднимите общий документ, там по Молдове... Это отдельный документ. Да, то есть отдельный. То есть в принципе соглашения должны выполнять все. И Российская Федерация, и Соединенные Штаты. На сегодняшний день истамбульские соглашения провисли в воздухе. Потому что одни говорят, у них одна претензия, другие говорят другая претензия. И только Молдова сидит и говорит, а нам все равно. Ругайтесь, не ругайтесь, уходите. А говорят, ну и реальность другая, понимаете? Какая реальность другая? Ну невозможно. Какая реальность другая? О том, что у нас сейчас закупается летальное оружие, о том, что открывается центр НАТО, о том, что высылаются российские журналисты, о том, что вице-премьер... Вы знаете, сколько танков в Приднестровье? Вы понимаете, мы что, вы стоите на позиции России, Приднестровье, я стою на позиции Молдовы. Так мы, сколько танков, сколько вооружений и так далее. Давайте не будем сейчас, не будем ярлыков. А у нас так получается, у нас летальное оружие, а у них танки это что, погремушки, да? Это не летальное оружие. Виталий Александрович, я говорю о праве... И у них больше сейчас воинских соединений, чем в Молдове. Я хотела бы, не секунду, только одну... Я говорю о праве Приднестровцев относиться с настороженностью, да? Правильно. Потому что была война, Виталий Александрович. Миротворцы должны остаться. Миротворцы должны остаться. Давайте оставим их права. Я бы не хотела, чтобы вы утрировали, сейчас ярлыки навешивали, да? Что вот это мы делаем, и я бы бросила вас задержаться. У них нет права на войска. На миротворцев право есть. Я вам объясняю, что это сложный процесс, да? И реально, как считают многие политики, такова, что сегодня Россия не уйдет из Приднестровья. Вы понимаете это. Но вот мы упорно пытаемся делать то, что мы делаем. Почему? Это другой вопрос. Господин Батронич. А вот ответьте, почему Россия не хочет уйти из Приднестровья? Ну, знаете, вот на самом деле, да, запрещать программы, да, российские, телеканалы, да, закрывать аэропорт, высылать дипломатов, другие демарши, присоединения к вот этим прибалтийским карликам странам, другие антироссийские. Давайте просто приумажите, давайте умажите, да. Эстония по ВВП в два раза опережает Россию. А после этого говорить, что, знаете, вот если Россия выведет, да, контингенцию из Приднестровья, то это будет хороший жест со стороны России. Так подождите, если мы выстраиваем дипломатические отношения, если мы хотим улучшить дипломатические отношения с Российской Федерацией, обратиться к Москве. Так, товарищи, мы тут вот хотим объединение, мы хотим показать, насколько мы привлекательны в Приднестровье, что объединив страну, мы объединим совокупный экономический потенциал и так далее, жизнь будет лучше и так далее. Вот давайте вы как первый шаг, вот вы выступите гарантом, да, вот нашего объединения, вот вы отзовете войска. Так этого же диалога нет, никто не говорит. Вот в 2005 году Виталий Александрович писал, что мы должны построить на правом береге такую жизнь, чтобы мы стали привлекательными Приднестровскому региону. Так, чтобы жители Приднестровья начали получать вид на жительство в Молдове, чтобы жители Приднестровья захотели объединения. А сейчас Виталий Александрович говорит, что вот пусть Россия отзовет войска из Приднестровья, а центр НАТО, пусть они не пугаются, это гражданский центр. Вы же писали, что мы должны наладить диалог и доверие должно возникнуть между Кишиневым и Тирасковым. Это наша внутренняя проблема. В ней нам не должны помогать разбираться эксперты ОБСЕ, НАТО, либо России. Мы должны наладить этот диалог. Но для этого мы должны понять, что есть ментальность людей, которые живут в Приднестровье. Они ориентируются на восток. Они говорят очень многие на русском языке. Они смотрят эти передачи. К этим людям нужен подход. Наша власть сегодня предприняла хоть один маломальский шаг для того, чтобы найти с этими людьми диалог. Сказать, ребята, вот если вы будете в Молдове, то ваш уровень жизни поднимется. Экономика будет лучше. Пенсии будут выше. Я не слышал ни одного такого заявления, не читал, на протяжении последних девяти лет, когда во власти находятся вот эти ребята. Я не слышал ни одного пакетного предложения Приднестровья. Ребята, вернувшись в состав Молдовы, вы будете жить лучше. И мы вам гарантируем и сохранение межэтнического мира, и защиту школ с преподаванием на русском языке. И передачи, и социалку. И вы будете полноценными, полноправными гражданами. Что в Приднестровье за эти годы тоже сформировалась своя пропаганда. За счет того, что молдавские политики делают вот эти свои заявления трехкопеечные, они выходят на телевидение и говорят, вот посмотрите, в Кишиневе унионисты, в Кишиневе маршируют румыны и так далее. И фактически наши политики помогают приднестровским политикам, которые не хотят объединения. Радикальным политикам. Поэтому я бы вернулся к тем предложениям, которые вы давали в 2005 году, о том, что нам нужно для Приднестровья стать привлекать, чтобы они поняли, что вернувшись в состав Молдовы, их жизнь будет лучше. И тогда не нужны будут нам никакие... Виталий Александрович, вы делали такие предложения для начала? Я делаю, я и сейчас об этом говорю, но я хочу вот на что обратить внимание. Давайте мы разделим. Есть Приднестровская проблема, есть проблема Молдовы-России. Не надо смешивать, что это одна общая проблема. Это один комплекс проблем. Сейчас, секундочку. Россия играет важную роль, но есть и отдельные взаимоотношения Молдовы и России. Что касается Приднестровья, я с вами абсолютно согласен. И вот то, что произошло недавно, когда пакетное соглашение по четырем важным проблемам подписали, и вот ОБСЕ, о котором вы хвалите все, и другие отметили важность, что началось пошаговое решение каких-то проблем. По земле, по гимназии, по другим вопросам. Причем очень интересно, какая-то часть Приднестровцев начала писать, что Красносельский предал интересы, тут у нас, что Молдавская власть предала интересы. Это правильный подход. Молдавская власть разработала документ один, на мой взгляд, он очень сырой, где она видит, как бы, как политически решить эту проблему. Действительно, есть очень большие сложности. И самая большая сложность у нас в том, что у нас высшие представители власти не выработали общих подходов. Хотя шаги к этому... А почему не выработали? Сейчас, секундочку. Хотя шаги к этому есть. И президент, и премьер признали важность установления постов совместных с Украиной. Знаете, какой вопрос? Простите, вот просто не выработали шагов, чтобы вы не ушли долго от этой темы. А почему? Господин Осипов, демократическая партия, был очень долгое время вице-премьером. Господин Карпов, он сейчас представитель тоже правящей коалиции. Все люди, которые занимались Приднестровьем, они всегда представляли у нас правящую коалицию. Те люди, которые, собственно, у власти сейчас. Почему же за эти годы ничего не написали? Есть, ну, на самом деле, проблема очень сложная. Я немножко и жил в Приднестровье, и я их понимаю в многих вопросах, с многими вопросами с ними согласен. Потому что, действительно, они и есть реальная для них опасность, и есть большая запуганность. Она может быть гораздо выше, чем реальная опасность. Да я сейчас не от Приднестровцев, а вот она наша. Так я говорю, вот это очень плохо. Потому что, на самом деле, надо Дадону, Филиппу, Канду встречаться, садиться и вырабатывать дорожную карту решения проблемы Приднестровья. И вот этого пока нет. Я думаю, что часть вины ложится на правящую коалицию, часть вины ложится на президента, что они не нашли общий язык и понимание. И вот то, что господин Батринчич сказал, он очень правильно сказал, что надо сделать посыл России. Вот вы выводите, а мы сделаем то-то, то-то, то-то. Вот как раз этот посыл должен сделать Дадон. Конечно. Набраться мужества и сказать, господин президент Путин, давайте вы выводите войска, а я уже тут договорюсь с этими гавриками, и мы решим эти, эти, эти проблемы. А вот говорят ему, уважаемый президент Дадон, а у вас есть уверенность, что ваши гаврики, говорят, это ваши сейчас слова, они действительно выполнят те обещания, которые вот сейчас, вот они, собственно говоря, нам дадут. Вот как раз если говорить о Плохотнюке, то при всех, что можно его критиковать, но этот человек, если он сказал, это он выполнен. Это уже стопроцентная уверенность. Господин Батринча, вы будете комментировать, что вина в том числе лежит и на президенте Дадония? Вот мне, например, этот вопрос интересен. Может быть, действительно прав Виталий Александрович? Может быть, мог бы президент активнее? Как бы вроде анализирует, а вроде, ну вот смотрите, президент Дадон сказал, что единственная перспектива для Республики Молдова и для Приднестровья это объединение. Он дал четкий посыл в Москве, он дал несколько раз четкий посыл и Госдуме, и провел, что вот единственный выход для нашей страны это объединение. Что происходит после этого? Выходит Филипп, выходит Канду, выходит МИД и сообщает, что позиция Дадона это позиция исключительно Дадона. А в Молдове есть правительство, которое считает по-другому. И как будто вы не заметили, что правительство делало все для того, чтобы саботировать усилия Дадона по улучшению отношений с Российской Федерацией. По одной простой причине, что после визита Плохотнюка в Вашингтон, во время его нахождения, здесь парламент за 6 минут принимает закон по борьбе с российской пропагандой. О каком улучшении отношений с Россией можно говорить? И о каком переговорном процессе по Приднестровью можно говорить? Когда Канду заявляет, что Россия ведет на территории Молдова гибридную войну. Они научились у ребят с Балкан, переняли пару терминов, суть которых они просто не понимают. Здесь должно быть, прежде всего, уважение к собственному народу, который избрал президента. Здесь должно быть уважение к позиции тех, кто живет в Приднестровье. Здесь должен быть государственческий подход. А ребята едут, принимают на себя геополитические обязательства, делают Молдову заложником вот этой геополитической войны. Здесь каждый день льются какие-то совместные декларации антироссийские. Почему-то нас включили в пакет с Грузией, Украиной, нас впитывают, включают, вписывают в какие-то сложные геополитические конструкты, которые не позволяют Молдове, во-первых, а, соблюдать свой нейтральный статус, и, б, вести двусторонние переговоры. Нас, Молдову, фактически лишили возможности вести двусторонние переговоры и с Российской Федерацией, в том числе и с Приднестровьем. И поэтому сегодня по Приднестровской проблематике, просто чтобы подвести какой-то итог, по Приднестровской проблематике сегодня никаких сдвигов в этом отношении нет. Во-первых, нет плана, а во-вторых, есть какие-то голословные заявления. Никто не пытается вникать в суть проблемы. Давайте я тоже поставлю точку, если мы с искать эту систему Приднестровь. Я вообще не хотела еще точку ставить. У меня еще есть вопросы по молдороссийским отношениям. Вот смотрите, когда страна находится в преддверии парламентских выборов, то все решения насчет власти, правящей коалиции в том числе, мы всегда рассматриваем сквозь призму того, что все-таки предвыборная кампания, грядущая, она непременно будет давить и сказываться. А вот давайте посмотрим с этой точки зрения на молдороссийские отношения. Больше всего мне, конечно, интересна позиция правящей партии. Вот если мы знаем, что у нас скоро состоятся парламентские выборы, какие отношения с Россией предпочтительными для себя будет видеть демократическая партия? Что она будет делать в этот предвыборный период? Виталий Александрович, вы же еще и политтехнолог. Ну, давайте так, я выскажу свою позицию, а будет ли совпадать или не совпадать. Вы же знаете, что происходит демократическая партия, много пишете на этот счет. Я пишу, я поддерживаю правящую коалицию, но я очень давно ни с кем там не общаюсь. Это моя позиция, это моя война. Я, безусловно, считаю, что отношения с Россией не должны выйти в одну из тем избирательной кампании. Это будет очень нежелательно, потому что мы можем наломать столько дров, даже не в отношении с Россией, а тут внутри Молдовы наломать столько дров, что мало не покажется. Я считаю, что нужно очень аккуратно относиться к некоторым вещам и не очень как бы их педалировать. Сегодня вот то, что делает наша социалистическая оппозиция. Ну, во-первых, вот граждане Молдовы, я живу в центре. Я не видел ни одного митинга, чтобы люди вышли и сказали, верните нам российские передачи. Ведь на самом деле российские передачи идут. Сняли новостные программы, информационно-аналитические. И люди спокойно к этому абсолютно отнеслись. Только вот социалисты еще об этом вспоминают. Я уверен, пройдет 4-5 месяцев, и когда господин Влад будет говорить об этом, люди будут вообще не понимать, а что он говорит? Мы же смотрим российское телевидение. О чем он говорит? Потому что этот кошмар, этот Жириновский, эти остальные уйдут как сон, как туман. Конечно, нам лучше смотреть этот кошмар, как гимпух и вся вот эта компания. Да, у нас есть свое телевидение. Кстати, очень хотелось, оно развивается и на русском языке, появляется очень много передач, что очень важно, я считаю. Поэтому я ответил на ваш вопрос. Я считаю, что Россия не должна стать темой избирательной кампании. Вот здесь ключевое слово «не должна». А вот хороший вопрос «станет ли». Вы слышите опросы американского, вот этого дома социологического, сейчас вспомню, как он называется, европейский опрос, пока 70% молдавских граждан смотрят российское телевидение. Это на первом месте много лет российское телевидение, как самое любимое и молдоязычное граждане Республики Молдова. Смотрят, смотрят эти телевидения. И тут приходят ребята и говорят, что нет, в этом нет ничего страшного, никто не возмущен и так далее. Вы, наверное, не ездите по республике, если вы говорите, что это... Нет, так все продолжают смотреть. В чем проблема? Влад, скажите. Да, исключили новостные блоки. Люди привыкли по вечерам смотреть новостные блоки. Пусть Акчен смотрят, самая правдивая информация на Акченте, да? Это всегда правда, да. А им интересно смотреть по вечерам, правильно, которым Андреевский будет рассказывать, как они хорошо живут в европейской сказке. Люди хотят смотреть российские новостные блоки, это их право. В Европе никто это не запрещает. Это тоталитарные, примитивные, провинциальные методы. Сейчас, секундочку. Какой в этом жуткий провинциализм? Сейчас, секундочку. В Европе европейские каналы европейских стран не транслируют российское телевидение. В Европе смотрят через интернет. И у нас может... Я знаю, вы приходите как Штирлис. Ваши друзья из демократической партии уже рассматривают законопроект, как и в Украине, чтобы и интернет вещание в этом плане ограничить. То есть просто ограничишь информационный поток. Как будто от этого люди больше полюбят демократическую партию. С этим я не согласен. Будут верить передачам принципов без принципов и так далее. Нет, я просто... Это другая передача на другом канале. Он не такой хороший, как Акчен ТВ. Правда, Виталий Александрович? Да. Значит, смотрите. Когда говорят про вещание в Европе, я всегда говорю одну вещь. Вот смотрите. Как не ругается сейчас Великобритания с Россией, а RT, который на английском языке, да? То есть это российское телевидение, это рупор российской пропаганды. Даже британцы не запретили. Понимаете? Точно так же RT на немецком языке у нас в Германии. RT на испанском языке у нас в Испании. Понимаете? Европа, она не запрещает российские новости. А у нас в том числе и RT, и РБК, и телеканал Мир, и все вместе. Вот в чем проблема. Понимаете, Светлый Александрович? А вообще, в принципе, я всегда была за свободу. Неужели вы против? Чтобы телезритель сам выбирал. У нас мало времени. Очень хочу спросить еще одну вещь. Все-таки выборы Путина, да? Как у нас говорили. У нас идем выбирать Путина. Но так и получилось. Потому что огромный результат. Скажите, пожалуйста, вот новый срок Владимира Владимировича. Вы ожидаете каких-то перемен, каких-то изменений в молодороссийских отношениях в этой связи? Давайте, господин Батренча. Да, я думаю, что перемены будут. Потому что Запад, этот скандал, Великобритания, да, ставка была на то, чтобы повлиять на результат выборов Российской Федерации. Но убедительно этот результат показал, что политика Российской Федерации сохраняется. И нужно вести диалог. И, конечно, это мощнейшая, что называется, мощнейшая в данном случае была такая реакция на Западе. Но как бы то ни было, я думаю, что символичен звонок Трампа, президента США, Путину, на котором они договорились о совместной встрече. И будут обсуждать, в том числе и вопросы Сирии, Украины, другие вопросы. Я думаю, что будет диалог. Я думаю, что в любом случае это мощнейший сигнал, мощнейшая народная поддержка, которая говорит о том, что Запад будет вести переговоры. Запад оптимистично смотрит. Да, более того, я уверен, что Путин договорится с Трампом. Я уверен, что они поймут, что какие-то формулы надо находить. И знаете, что произойдет в этот момент, и как это повлияет на Молдову, Людмилу? А именно закроются вот эти все миллионы финансирования на борьбу с российской пропагандой. И больше не будут оплачиваться здесь эксперты разного рода, политики, партии, которые все продвигают очень дружно русофобию. Причем продвигают в том числе и те, которые когда-то очень дружно продвигали необходимость улучшения молодо-российских отношений. И поэтому я уверен, что переизбрание Путина, это возможность для будущей молдавской власти всерьез дискутировать о сближении двух берегов Днестра, обеднении страны, выравнивании курса, подлинного нейтралитета, не вот эти вот двойные стандарты. Запрещаем, вводим диктатуру, цензуру, а потом говорим, ну нет, это нормальные меры. Поняла. Господин Андреевский, что-то изменится? Я вот не так прям оптимистично, конечно, как вас смотрю, а вы как? Ну, то, что там с Трампом договориться, это уже что-то мне напоминает Российскую Госдуму, где пили шампанское и аплодировали избранью Трампа. А потом все начали проклинать, что Трамп такой, но все тайно ждут. У меня такая надежда, думаю, у многих, не-не, все же что-то Путин его где-то зацепил. Трамп все же наш. Симоньян, помните, она хотела с флагом выехать, что за то, что Трампа избрали президента. Абсолютно в этом плане, в отношении России и Америки ничего не изменятся. Россия борется за геополитическое влияние, Америка борется за геополитическое влияние. И между двумя вот этими монстрами будет идти борьба. И они вряд ли так договорятся, чтобы вот кто-то из них уступил. Это первое. Вот по Молдове, если можно, что-то изменится. Второе, не будет никаких договоренностей по Молдове. И, кстати, и по Украине я занимаюсь, потому что Волкер занимается очень жесткую позицию. Представитель Госдепа на переговорах, где он с Сурковым ведет. Я думаю, и по Сирии будут очень большие сложности. Но, в принципе, да, Украина нам важна. Потому что, когда коллега сказал, что мы там с Украиной. У нас два соседа. Украина и Румыния. У нас, как бы, хотим мы, не хотим, мы должны дружить и с теми, и с другими. Так никто не против. Так, ну, правильно. Ну, как бы, не надо так вот с Украиной мы там о чем-то договариваемся. С Украиной надо договариваться по целому комплексу вопросов. Что касается Молдовы, я думаю, что вот это понимание, что надо что-то налаживать отношения, в том числе не только с президентом, но и с предполнительной властью, оно существует, по моей информации, уже примерно год. Уже был послан сигнал давно в Кишинев, что мы готовы говорить, договариваться. И я надеюсь, что в России все же придет понимание, что Молдова имеет право европейский выбор выбирать и так далее. И по Приднестровью вот эти вопросы решать. Но действительно, с нашей стороны должны четкие, ясные гарантии, которые наша власть даст, что вывод российских войск не будет означать какого-то жесткого давления на Приднестровье, что мы будем чего-то требовать такого, что Россия может не понравиться. Интересный разговор у нас с вами сегодня получился, мне кажется, еще было время, мы, наверное, еще продолжали, потому что тема такая, что называется, задевает заживое. От себя могу добавить, вот, знаете, может быть, отношения между странами, это все равно, что отношения между людьми, и любовь хороша тогда, когда она взаимна. Вот мне кажется, что это надо помнить, и не говорить, что мы только ждем от одной страны, или наоборот, что-то, чтобы ожидания были с одной стороны. Вот надо, чтобы было какое-то понимание того, что происходит с двух сторон. Наверное, тогда у нас будут какие-то сдвиги. Ну что, время подводить итоги. Наверное, стоп голосованию надо говорить. У нас за Влада Батрынчу проголосовали в 843-4, продолжают цифры идти. У нас пока это рекорд, кстати, да, больше всего проголосовавших телезрителей. За все время, сколько мы подсчитываем звонки. Виталий Александрович, 38. Ну, это успех. Я считаю, на телеканале Акчент, это звезда героя, можно за это получить. Да, вот мне нравится, что вы к этому так относитесь. Да, и честно говоря, да, хорошо. А Влад выйдет и скажет своим, почему не тысячи за меня? Да, в партии находится сколько? Никому ничего не говорил, но в офисе, в партии вам медаль выдадут. Сколько членов партии? Да, да. Членов партии сколько? Наверное. Ну сколько? Это что, секрет? Виталий Александрович, у нас время вышло. Я прошу прощения, сколько членов партии вы можете выйти сейчас? Сейчас в коридоры нашей эфиры продаются, но без камер. Это была программа «Дел принципа». Я желаю вам всего самого доброго. И доброго вечера. Продолжение следует...